Доброе утро! Давайте сегодня прочитаем с вами из книги Иисуса Навина, это Ветхий Завет, 7 глава. Ну, вообще я не буду читать, потому что глава длинная, 26 стихов. Передам суть. Книга Иисуса Навина рассказывает нам о том, как израильский народ вошел в землю обетованную, и как они побеждали своих врагов, как они завоевывали вот это наследие, которое Господь им дал. И вот 7 глава описывает то, как они пошли в Гай, такой город, и это произошло сразу после того, как они поразили Иерихон. Совершенно чудесным, совершенно невероятным образом они завоевали этот город, они поразили его, они взяли его. В общем-то, не имея регулярной армии, не имея, естественно, стенобитных орудий, никаких специальных приспособлений для ведения осады, войны и так далее. Ну и, собственно, они не были опытны в бою. Вот так. Обычный народ, в общем-то. И здесь у них следующая задача взять город Гай. Они пошли в разведку, они пришли, сказали, что все нормально, сейчас давай пойдем победим. Они пошли и не победили. То есть, они собрались с ополчением, пошли на этот город, а эти Гайцы взяли их и разбили. И прогнали. И, как написано, очень они расстроились. И даже Иисус Навин пал на свое лицо и говорил, 7 стих, «О, Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Вот мы видим, что даже Иисус Навин в этой ситуации расстроился. Напомню, что Иисус Навин был один из тех, один из двух, которые были двое из двенадцати, которых Моисей посылал осмотреть землю. И Иисус был именно тот, кто убеждал народ послушаться Бога и пойти взять эту землю 40 лет назад. И, в общем-то, Иисус, я думаю, не утратил своей смелости, но здесь даже его сердце дрогнуло. Он даже стал говорить Господу такие вот горькие речи, что для чего ты нас ввел сюда, для чего перевел народ сей через Иордан, чтобы предать нас в руки Амареев и так далее. Как он может об этом, как он может так подумать, да? Как он может, ну, такие слова Богу говорить, когда Бог показывал такие чудеса. И вот только-только они победили таким чудесным образом, такой серьезный, мощный, укрепленный город. Мы видим, что в критические ситуации, когда что-то не получается, когда какое-то у нас поражение, какая-то непобеда такая серьезная в жизни имеется, мы видим, что может дрогнуть сердце даже самых храбых. Что уж говорить о нас с вами, да? И мы видим, что Иисус очень расстроился, ну, естественно, с ним и весь народ. Десятый стих. Но Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое. Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато, сын Иисраиле, вы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды ваших заклятого. Опа! А вот это вот поворот, да? Казалось бы, война войной. Собственно, если у тебя впереди город, иди да воюй. Бери лук, стрелы, что у тебя там есть, копье, да? Иди, осаждай. Вот, Господь обещал, что он с вами, все нормально, иди воюй. Чего переживать? Может быть, со второго раза получится. Но Господь говорит, нет. Война, которую начал Господь, ведется по-другому. Это другая война. И, соответственно, и правила другие. Еще до этого Бог сказал, что... Он определил правила этой войны. Он сказал, что слушайтесь меня. Вот, как я говорю, так и делайте. И когда они завоевывали Иерихон, Бог сказал, вот это вот первое, это мое. Все, что вы там увидите, этого не трогайте ничего. Предание, заклятие, все. Вообще все. Все, что вы в Иерихоне, не трогайте, не касайтесь, не берите и так далее. Уже позже Господь сказал Иисусу, когда Гай поразите, Гай завоюете, тогда, да, пожалуйста, берите там, добычу себе забирайте. Нормально. Это ваше. Разделите между воинами. А здесь нет. Вот в Иерихоне не трогайте. Но мы видим, что один человек тронул, не удержался. Вот. И дальше Бог, говорит, предлагает решение. Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Заклятое среди тебя, Израиль. Посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. И далее он говорит, что каждый, ну, в общем, Бог будет показывать, где, кто именно взял. Вот. И написано, что там израильтянин подходил каждый по колену, указан такое-то колено. Каждый по племенам из этого колена подходил, указан такое-то племя. Подходил по семей, племя подходило по семействам, указан такое-то семейство. И подошел из семейства каждый, и указан конкретный человек. Он признался, у него все это нашли. Ну, и, в общем, там суд и наказание. И только тогда, когда вот это произошло, только тогда, когда это закрытое было обличено, как мы сейчас говорим, то есть вынесено на свет и представлено пред лицом Господа. Когда с этой проблемой разобрались, тогда Бог сказал, уже в восьмой главе, Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне, встав, поиграю. Вот я предаю в руки Твои царя Гайского и народ Твой, город Его и землю Его. И так далее. И вот только тогда Господь сказал, а теперь будет победа. Вот теперь я предам в руки. Применение. Мы знаем, что Господь обещал нам жизнь и обещал жизнь с избытком. Но мы также, я думаю, понимаем, что здесь это вот обещание, оно зависит от нас также, от нашего поведения, от нашего отношения. То есть не бывает такого, что Бог обещал, но человек решил, в общем-то, не очень слушаться Бога, ну и так себе живет с ним ни шатка, ни валка, ну разок послушаюсь, разок не послушаюсь, там разок допущу в свое сердце грех, сделаю что-нибудь пакостное, ну ладно, там ничего страшного, ну Бог же обещал. То есть так не работает. Мы понимаем, что если Бог обещает жизнь с избытком, Он ее обещает, вот это обещание работает в полной мере тогда, когда мы сами отвечаем на этот Божий призыв, также в полной мере. Когда наше сердце вполне предано Господу. Когда в нашем сердце, когда мы в своем сердце не допускаем грех. Если его допускаем, если вдруг как-то так случается, ну бывает со всеми, то мы не таим его, как вот этот вот товарищ Ахан, вот этот вот виновник был. Товарищ Ахан, если бы его Господь не обличил, не вынес на свет его дело, он бы так себе и тяжком, тайком бы и жил, спрятав вот это золотишко, которое он там увидел. То есть золото, серебро и одежду. Прекрасная синаарская одежда, как он сказал. Вот, то есть мы видим, что был грех. Был грех нераскаянный. И тогда Господь не стал действовать. Не то, что не смог, да, конечно бы он смог, но он не стал действовать. То есть таким же образом, могущественным, каким он действовал до этого. И поэтому, дорогие братья и сестры, если у нас в жизни какие-то там поражения в духовной сфере, какие-то твердыни, которые мы не можем одолеть, Божье Слово звучит ясно, четко и одинаково для всех. Встань, очистись, перестань делать злое. Раскайся в своих грехах, молись, и вот таким образом будет совершаться война. Таким образом Господь даст победу. Вот таким образом мы сможем взять новые вершины, победить следующий и следующий город. Потому что Господь ясно сказал, я буду с тобой, везде, куда ты не пойдешь. Только будь тверд и очень мужествен. И да не отходит книга сия, книга закона сия, от уст твоих, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И обратите внимание, еще такой интересный момент. Здесь написано, что вот в начале седьмой главы, когда Иисус послал разведчиков в Гай, вот, Иисус Навин, если что, не Иисус, Христос, Иисус Навин. Когда Иисус послал разведчиков в Гай, они вернулись и сказали, о, там вообще ерунда. Там городишко маленький, даже пусть народ весь не ходит. Пошли две-три тысячи, сейчас мы их тут всех победим. Я своими словами, естественно, передаю текст. Но суть в этом. То есть они настолько были поглощены вот этой эйфорией от победы в Иерихоне, что они даже вот сказали, ах, вообще фигня. Да. Но обратите внимание, что когда Израиль очистился, когда они разобрались вот с этим Саханом, Господь сказал, мы его сейчас прочитали, Господь сказал, Сусу, не бойся, не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне. Обратите внимание. Даже когда Господь говорит, я с тобой, Он, тем не менее, призывает мобилизоваться всему народу. То есть Он призывает к мобилизации все силы. Понимаете? Не только там, две-три тысячи, там городишко маленький, сейчас мы тут с этой проблемой разберемся. То есть духовные проблемы, они очень коварные. Нельзя расслабляться вот и думать, что мы сейчас в полсилы, там одной левой, сейчас разберемся со всеми нашими проблемами. Да, что я там, какой я там грех делаю? Да сейчас нормально все будет. То есть мы видим, что Господь просит нас мобилизоваться целиком. И сам Бог это говорит. Понимаете? Нельзя вести духовную войну в полсилы. Нельзя думать, что ну вот да, вот сейчас у меня была победа, вообще классно прям. Господь прям даровал мне такую победу. Нас охватывает радость, это естественно. Ну, так оно и должно быть, это классно. Но вместе с радостью приходит вот эта вот эйфория, что, а, сейчас море по колено. Вот. Но Бог говорит, нет. Нет, так не работает. Следующая проблема, которую Господь нам покажет, она тоже потребует мобилизации всех наших сил. Понимаете? Всего нашего усердия, всего нашего сердца. И тогда будет победа. Тогда будет победа. Дальше Господь нам показывает определенную хитрость тактическую. с помощью которой они побеждают. Это отдельный разговор. Но суть вот в чем. Суть вот в чем. Что на самом деле не нужно расслабляться в духовной войне. Не нужно отпускать греха. Тогда не будет победы. Если мы будем жить без греха, ну, соответственно, Господь будет даровать победу. Ну, в смысле, не будем грех замалчивать в своем сердце, прятать, но будем разбираться со своим грехом. Извините. Я думаю, послание ясно. Дорогие братья и сестры, давайте будем внимательны к нашим путям. Внимать, вникать в себя, и в учение, и не не удерживать, не заигрывать с грехом, но отдавать его Господу, разбираться с ним, и тогда Господь дарует нам великие и чудесные победы. Отец наш Небесный, прошу благословия этот день, и эту неделю Господь прошу о том, чтобы Ты научил нас бодрствовать, быть внимательным к Твоему Слову, к тому, что происходит вокруг нас, к тому, что происходит в наших сердцах. Молю Тебя о том, чтобы мы были непримиримы с грехом, чтобы не заигрывали с ним, не утаивали его в сердце, но разбирались с ним, разбирались с ним решительно, и научить нас не расслабляться, Господь, в этой духовной битве. И я верю, что тогда придет от Тебя радость, тогда придет от Тебя вкус победы, тогда мы почувствуем, тогда придут Твои благословения, Господь, когда мы в полной мере встанем против греха. Будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok